Всем привет, дорогие друзья! Это видеоблог «Хочу квартиру» и меня зовут Никита Журавлев. И мы здесь говорим о недвижимости и инвестициях. И у нас новый проект для вас – «Движение на восток». Никита Журавлев – блогер и независимый эксперт рынка недвижимости, автор и ведущий видеоблога «Хочу квартиру». В надежде найти новые инвестидеи Никите пришлось выехать за рамки МКАДа. Проект «Движение на восток» и новая трасса М12, возможно, помогут найти потенциал в регионах страны. Мы, конечно, усложнили себе весь процесс. Мы взяли два «Москвича», «Москвич» электричка и «Москвич» бензин и поедем по трассе М12. Посмотрим, насколько она хорошая, насколько там есть сервис, можно ли вообще на электричке доехать аж до Казани. В разных городах у нас будут инфлюенсеры рынка недвижимости, которые будут также изучать рынок, которые также будут искать инвестиции, с которыми мы будем также оценивать весь этот путь. И первый мой инфлюенсер номер один — Роман! Для тех, кто не знает… Роман Абдулин — знаковая фигура сегмента недвижимости и маркетинга. Развивал бренды и строил комплексный маркетинг для крупнейших игроков рынка. «Самолет» с 2019 по 2023 и «Пик» с 2014 по 2019 год. Занимал должность управляющего партнера в проекте «Вместе.ру». Входит в группу «Самолет». Основатель закрытого клуба «Топ-маркетинг» для лидеров сегмента недвижимость, маркетологов и предпринимателей. Сейчас работает над своим новым направлением — консалтинг для девелоперов. Друзья, мы сегодня начинаем наш трип, и первая наша точка — это Владимирская область. Наливайте себе чай, устраивайтесь поудобней. И давайте так, чтобы не пропустить следующее видео, вы должны подписаться и нажать на колокольчик, потому, что у нас многосерийный проект «Движение на восток». Пошли уже грузиться. Стройкомплекс Российской Федерации дал идею, что есть инвестиционный потенциал в регионах. И стало интересно посмотреть и пощупать, а есть ли он там. Ну и более того, Марат Шкалинаев-Куснулин говорит, что при развитии инфраструктуры повышается инвестиционная привлекательность. Вы говорите много, что дорожная инфраструктура, она поднимает потенциал инвестиционный в регионах. На примере трассы М-12 там есть инвестиционный потенциал? Во-первых, к кончанию трассы мы запустим 17 многофункциональных центров вдоль трассы. То есть это заправки, сервис, ремонт, магазинчики, где-то даже модели. Вот это уже запуск к концу года 17 инвестиционных комплексов даст 200,5 тысяч работающих мест. Второй пример очень простой. Три года назад в Владимирской области строилось 0,4-0,5 метровый человек. По итогам этого года мы видим 0,9 метровый человек. Выход через Балашеву было крайне сложно. Очень долгая была дорога. Добраться в час пик до Владимира это было несколько часов. Сегодня час полтора. Москва, на сегодняшний день, Московская обмирация, это 20 миллионов рынок потреблений. Поэтому все, что производится, потребляясь в Москве, конечно, выгодно строить в транспортной доступности. Когда появляется скоростная трасса, то понятно, что все, что ориентируется на рынок потребления московской обмирации, она начинает раньше 200-300 километров. Например, посчитав по международным формулам экономический эффект от М-12, считаем, что через 20 лет он принесет в ближайской стране 1,8 триллионов. Он фактически себя полностью окупит. Там, где появляется дорога, там появляется жизнь, там появляется развитие экономики. Следующий важнейший фактор на сегодняшний день – это развитие туризма. у тебя в цвет, ты все сделал в цвет. Давай я с тобой поухаживаю, да, ты как этот самый. Мне же нужно сделать тебе премиум класс, у тебя там райдер был хороший, я там тебе устрицы заказал, все дела. Кофе из лавки. Кофе из лавки. Все полезло. Машинка родная, вот москвич ты удивляешь. Смотри, вот есть кнопочка, нажми на нее. Пожалуйста. Вообще сама идея проехать на русских машинах как бы она достаточно интересная и частично экстремальная. Я знаком с русским автопромом, скажем, пробовал ездить на машине АвтоВАЗ 2110, это мой первый опыт. Родился я в Ульяновске, где производят автомобили УАЗики, поэтому москвич для меня, наверное, был первый опыт автомобиля, собранного как раз в нашей прекрасной столице России. Звучит интересно, посмотрим, как будет в реальности. Я уже просто жажду нового ощущения от этой машины. Но ты ее первый раз видишь? Я вижу ее первый раз, вот. Я думаю, что она даже может сегодня удивить и уделать Теслу. Да? Пока непонятно в чем, но сейчас определим. Как будто бы нужно колесики подкачать. Слушай, мне вчера дали эти москвичи, датчик показывал нулевой и сказали, что это ошибка. Но, видно, не ошибка. А есть у нас чем подкачаться? Мне кажется, что спущенное колесо для москвича А3Е – это самая маленькая проблема, которая может нас преследовать на всем нашем замечательном пути. Возможно, мы не уедем даже с парковки. Я, если честно, немножечко уже начинаю по этому поводу парить. Как будет? Мы доедем, это будет шоу. То есть мы должны доехать. Я предлагаю ехать. Поехали. Я тогда за рулем. Ты мне сейчас расскажешь, как тебе после Теслы на москвиче. Я думаю, это будет незабываемое удовольствие. Погнали! Информационный партнер нашего проекта «Движение на восток» – телеграм-канал «Новостроймен». О недвижимости с любовью. Как тебе салончик? Замечательно. Почти Тесла. Почти Тесла? Тебе удобно? Да, все шикарно. Привет, Алиса. Большая Косинская, дом 8. Не сработало. Почему? СНТ Алиса. Попытка номер 2. Большая Косинская, дом 8. О, маршрут построен. Нет? Ну что, славяне? С Богом! С Богом! Машина просто… Это… Бомба! Это пушка просто. Купил, блядь, такую машину? Нет. Динамика движения фантастическая. Подвеска отрабатывает все неровности. Бу-бу-бу. Ох! Ёп! Нормально. Интересно, почему меню на русском, а экран на английском? На латинице. Окей. А цифры у нас арабские, правильно? Когда ты поедешь на этом чуде света… Так. Вот смотри, вот ты садишься… У тебя же немецкий москвич, правильно? В фирме… В фирме… Порше Каен, правильно? Да. Вот в Порше Каене любой человек будет водить хорошо. А вот в москвиче только профессионал. Сколько у нас? 75 процентов осталось. Разряжается он достаточно быстро. 6 процентов за 6 километров. Мы стояли долго. Да, он не должен так разряжаться. У него, кстати, очень странно устроено. Я не понял, где у него батарея. Обычно электрические машины, батарея внизу. А под капотом багажник. А у нас под капотом двигатель и силовая установка. Батарея. Ну, посмотрим, где там батарея. Блин, ну, тачка просто космос. Это нужно быть огромным патриотом, чтобы ее полюбить. Патриотично, интересно, экспериментально. Вообще, решение создать свой автопром на базе восточного партнера и москвич возродить – это было гениальное решение. Так, блин. Боже мой, боже мой. Кстати, на «Москвиче» не пропускают так, как пропускают на других машинах. Пока «Москвич» не в почете. Страшно, когда ты не за рулем? Страшно тогда, когда ты не уверен в водителя. Я и сам себе не уверен. Во, уникальность трассы М12. Встаешь на трассу М12 на «Москвиче» и «Москвич» сразу начинает ехать. Обгоняем по правой полосе. Есть круиз-контроль? Нету. Есть круиз-контроль. Где? Вот, видишь, М12 – восторг! Что уже готово и какие там есть сервисы, какие, может быть, в перспективе еще дополнительные сервисы будут на этой трассе? Я вчера проехал, ко всему прочему, еще на двух заправках. У нас четыре действуют уже на участке от Москвы до Арзамаса. Большие. До конца года у нас будет их 16. В следующем году и доведем до 32. Рекомендую съездить посмотреть такую первую большую и, наверное, самую интересную заправку в нашей стране – комплекс на 173-м километре «Лукойл». Ко всему прочему, у нас два больших контракта с КАМАЗом, где будут построены сервисные центры по продаже по запчастям КАМАЗа. Гостиничные комплексы. Мы сделали специальные остановки для автобусов. Вот на сегодняшний день у нас проехало уже два с половиной миллиона поездок. Вот там два месяца прошло – два с половиной миллиона. Вот в прошлые выходные на головном участке там 34 тысячи. До Владимира 22 тысячи автомобилей выходных. Хороший потом. Почему? Хороший почет. Почему? Потому что Владимир теперь не 107-180 километров, а это полтора часа. Два часа ты в Суздале. По комфортной дороге. Получая удовольствие от езды и, ко всему прочему, и заправиться тебе, где есть, и где есть перекусить. Одним днем ты можешь проехать как раз вот эти посмотреть. Вот, наверное, одно из самых главных достоинств скоростных дорог – это время. Надо ко мне поставить все-таки транспордер «Автодоро», потому что до конца года у них бесплатный проезд по всем платным дорогам. У «Автодоро» бесплатный проезд по транспортерам? Для всех электрических, да. По-моему, по всем платным трассам для электрических автомобилей у тебя бесплатный проезд, у них «Промаксы». Поехали-ка мы за транспордером. Сука, мы отъехали километров. Будем закрывать машину? 15-20. Машинка-то не закрывается. Ну, ладно. Здравствуйте, девчонки. Нам нужен транспортер. Правильно я называю его? Транспорд, да. Да. Сок стоит? За 4 тысячи рублей производство «Россия» и за 5 тысяч лимитированная серия производства «Норвегия». Российский, конечно, наберем. Российский, российский. Так, а что нам дает этот транспорт? Транспондер дает, по нему проезд становится более комфортный и удобный, то есть, вам не надо останавливаться на шлагбаумах, вы по отдельной водяной полосе проезжаете безостановочно. Также подключаетесь к программе лояльности, ездите, копите баллы, в дальнейшем их обмениваете на скидку от 3 до 15%. Я могу на любую машину вешать? Да, устройство привязано… На вертолет, понимаешь? То есть, он привязан к человеку? Да, к человеку, не к автомобилю. То есть, вы можете скользить на разных автомобилях. Вот, понял? Это не к автомобилю, а к человеку. Я себе возьму. А в 4 тысячи там уже какое-то денежка кладется? Нет, на балансе 0, то есть, лет 20 нужно будет пополнить. 4 тысячи рублей – стоимость самого суда. Я покупаю, а ты пополняешь. Давай. За 5 минут все это решили, приехали, нам все показали, настроили, поставили, поехали дальше. Мне кажется, айфон дольше покупать или какую-то другую покупку настраивать. Прыгай, полетели. Ну, достаточно хорошая дорога. Таких в Европе немного. У нас вообще, знаешь, есть очень большое количество предрассудков по поводу качества сервисов. Инфраструктура и принято считать, что где-то там лучше. Я в Америке не был, но говорят, что там тоже свои особенности. Есть безопасность, есть транспорт с качеством дорог, передвижением. Мне удалось поесть по Европе и где-то там по миру. Классная дорога, что сказать. Понятно, что есть хорошие дороги в Италии, Германии, но их тоже немного. Я, например, помню, ехал в Польше не по платной трассе, а по обычным дорогам. И это полторы полосы, то есть пусть фурами разъезжаешь через обочину. И, честно говоря, это так себе удовольствие. Я всю Польшу проехал по обычным дорогам. Действительно, автобаны, магистрали, которыми удобно, комфортно пользоваться, безопасно прежде всего. Самое важное – это безопасность. Смотри, транспордер сейчас должен считаться. О, сработал. У меня очень быстро садится батарейка. На 100 километров еще у нас. А нам сколько ехать? 20. Ну, батареечка слабая тут, конечно. До Казани не доедешь. Я и так сикую. Мы только с тобой начали путь. А мне еще ехать до Казани. Понимаешь? Ты уже усандалил всю батарею. Мы еще не доехали до нашего первого пункта. А ты уже усандалил мне всю батарею. Было довольно стремно, если честно, что мы на первом пути, на первом шаге получили такой результат. Стало страшно вообще. А доедем ли мы вообще до нашего финиша? Ну, кто знал? Кто знал, что нам не хватит этого электричного? Конечно, мы съехали с трассы, мы до Багдарни доехали, и нужно было где-то, ну, подключиться. Мы посетили необычайную технологическую зарядочную станцию заведения Багдарни. В 120 километрах от Москвы расположен объект возрождения русских традиций. Туристический комплекс Багдарня, основанный британским бизнесменом Джоном Каписки. Узнаем, какие инвестидеи можно найти именно здесь. Смотри, есть план схемы, можно еще изучить, но я хочу обратить внимание на эффектную наружную рекламу и информационную табличку. Тут есть все. Маркетолог. Погоди. И вход свадебных кортежем только по предварительной записи. И стоимость 5000 рублей в час. И ресторан «Золотой колосс», кафе «Колхозный клуб». Кстати, это не контактный зоопарк, это ферма и конюшни, поэтому не надо трогать животное. Еще мне нравится вот эта афиша, я предлагаю тоже изучить. Нет, конечно, круто, но понимаешь, мы обязательно сходим на эту экскурсию в «Колхозный клуб», но я больше парюсь за электричку. У тебя там 18% осталось зарядки. Не у меня, а у них. У них, да. Я на самом деле очень сильно подпарился. Слушай, ну у тебя просто первая электрическая машина, особенно «Москвич». «Москвич», давай-ка сядем, посмотрим, что у нас тут есть. Мы проехали с тобой. Всего 150 километров. Осталось всего на 73 километра. Там надо срочно ее где-то хотя бы поставить, подзаряжать. Это будет непросто. Набор зарядок, обратите внимание, они у нас круглые. В отличие от Tesla, тут хотя бы есть чехол. Если тут зарядка, сейчас мы узнаем. Погнали. Это провод Type 2, по-моему. Куда это вставлять? Это вставляется в проект «Энергия Москвы». Хорошо, да. Ростсетей. Я думаю, в конюшне. В конюшне. Погоди. Мы посмотрим все, что у нас здесь. Второй. Пойдем. Раз. К лошадям пришел. Так, смотрим вот эту штучку. Вообще, по логике, тут должно быть и 220, и 380. Кстати, едем на «Москвиче», а зарядочка «Джак». Походу, не оригинальные подсунули. Ну, примерно 10 километров, 12 час, возможно, мы зарядимся. То есть, нам тут можно провести, ну, недели две, наверное. Ладно, погнали, посмотрим, что дальше. Давай, два свои провода. Где у нас вторая машина бензиновая? Нам еще ехать 10 дней. Мы первый день только выехали и уже начинаем голове. Да что ты так напрягаешься? Ты как человек, который из «Гармины» перешел на «Эпл-воч» и переживает, что к вечеру часы сядут. Да, это нормально. Такая машина, даже аккумулятор. Это и есть аккумулятор, да? Такой же небольшой, как моя скромность. Спасибо, что там проводились какие-то ремонтные работы. Была розетка и нам удалось ее туда воткнуть. И вот так вот он выглядит. И вот, что он может открыть ее. Степан, сын Джона Каписки. Давай начнем с того, что здесь происходит, что это за территория и какие здесь есть услуги, что вы здесь производите? Это территория бывшей фермы. 30 лет назад был заброшенный колхоз, руины, то есть, развалины. Как-то сюда проезжали, и отец решил восстановить полностью колхоз. 30 лет вы все это делали? Да, потом была построена первая в России ферма непривезного типа, то есть, на 3,5 тысячи голов. А что такое непривезного типа? То есть, они по коровнику ходят, как хотят. Ну, я считаю, это же лучше, чем просто стоят, едят и на цепи себе. Распродали коров, и потом была такая просто идея, давайте откроем какую-то площадку для туризма. Сегодня территория уже преобразовалась в конюшню, сыроварню, гостиничный комплекс. Сколько, как можно сказать, койко-мест, какая численность приема вот этого туристического кластера? Сейчас у нас один отель на 24 номера, вот за спиной, потом у нас есть комнаты для размещения, там еще человек 20 можно расселить. Потом у нас новый отель на 24 номера, и сейчас ему пристраиваем еще 24 номера. также есть домики, там можно по от двух до максимум 10 человек. А сколько у вас домиков? Три домика пока. Два уже запущены, третий уже через неделю. То есть, у вас уже около 100 человек сейчас будет, до юности? Ну, есть еще и хостел, дом Бодрифин, это старая школа заброшенная была, которую выкупили, восстановили, из нее сделали хостел. А там сколько еще мест? Там в районе 60. То есть, у вас 160 койко-места? Да. Ну, есть ли под размещение? Можем, максимум и 200, то есть, запекнуть. Хорошо, тогда такой вопрос, а какая у тебя оборотность заселения? Отель полностью сейчас у нас выкуплен на все выходные, то есть, на месяц-полтора. Вперед домики также на два месяца все выбраны. То есть, это стабильно, это выходные, все праздники, у нас все готово. А сколько оборотков у тебя в год получается? Если посчитать весь комплекс в целом, то это полтора миллиарда в год. Вот это цифры, да? Мне кажется, ты не тем занимаешься. Я точно не тем занимаюсь. Здесь, я так понимаю, еще и сыроварня, которую вы производите. Дорого это стоит, сыр произвести? Ну, нет, это недорого. То есть, вот сыроварня, откуда все начиналось, это вот. Потом начали развиваться, развиваться, строили сыроварню за 30 миллионов. Ну, процентов 50 у вас маржа есть на сыре? Ну, побольше. У меня вот такой вопрос. Мы все-таки в туре по М12 по трассе. Вот вы почувствовали какую-то выгоду, развитие, приток туристов благодаря этой дороге? Нам в Москву быстрее ехать. Вот какой здесь есть потенциал развития? Вот я там хочу вложить денег. Есть ли у вас такая потребность в инвестициях, в развитие? Для нас развитие – это главное. Но это домики, если вот что-то такое, чтобы не считать, то это можно. У нас территория позволяет, место есть, то есть, коммуникации все есть. Это построить домик, как бунгало, можно сказать. Зачем вам привлекать частные деньги 4 миллиона, если у вас выручка 1,5 ярда? У нас не хватает. К сожалению, нам не удалось пообщаться с главными персонажами этого всего пространства, а мы пообщались с сыном Степаном, который, по большому счету, занимается инженерией. Он же инженер. И, конечно, то, что цифры он давал Роману, ну, они понятны. Понятно. Им еще стоит позаниматься бизнесом, потому что их, скажем так, амбиции, слова и цифры, в том числе данные финансовой отчетности, которые нам удалось найти в открытом доступе, не совсем коррелируется с цифрами их инвестиционного запроса и финансовыми прогнозами. Степан, скажи, пожалуйста, вы хотите предложить частным инвесторам построить домики, взять их в управление, ваша фи или стоимость ваших услуг, это 30% от суммы аренды, правильно? Туда входит эксплуатация, все расходы связаны, все под ключ. То есть, он говорит, 100 рублей заработали, вы забрали 30%, и грязными, или как там бизнес называется, гроз, 70% уходит частному инвестору. Сейчас у вас есть 3-4 домика, и вы хотите еще поставить 10. Чем больше, тем лучше. У нас территория позволяет. Особо территория вообще вот этого всего. Плоска 50. 150 гектар. Чего себе? Это не 800. 150 гектар тебе тут вообще можно нафигачить. В городе петушки. Сейчас мы посчитаем доходность, виртуальную доходность. Погнали. 5 миллионов рублей. Средняя аренда, ну давайте посчитаем, 10 тысяч в месяц. Месяц? В день. В день. В день. Так, умножаем, соответственно, на 30 дней. 300 тысяч при полной загрузке. Ну давай возьмем среднюю загрузку. На 50% возьмем. Ну давай, да, на 50. Получается 150 в месяц. Из них мы отдадим 30% за управление. Управление. Да, получается 120, но у меня не посчиталось. И отсюда нужно вычесть налоги. Ну давай вычтем 15%. Получается 102 тысячи. Умножаем на 12 месяцев, получаем 1224. Миллион 224. Соответственно. Ты заложил 4. Ну где-то 4 года окупаемости получается. Ну не бизнес, а сказка какая. Подожди, а я же как этот спекулятивный инвестор с ипотечным плечом бегающий, хочу посчитать тогда, если я туда с ипотекой зайду. Если мы возьмем рыночную 15 ставку, 4 миллиона на 30 лет у нас ежемесячная выплата будет 50 тысяч рублей. Минус 50 получается 70 тысяч рублей. У тебя еще и в плюс 70 тысяч рублей идет. Звучит интересно. Слишком сладко, чтобы быть реальностью. Почему? Я тебе еще раз повторяю. Регионы есть потенциал офигенный. Вот сейчас дают 4 миллиона. А через сколько он начнет работать? Месяц. То есть, вы за месяц построите, делаете и ведете? Ну, у меня есть бригадир, у которой есть бригада из 300 человек. То, что они берут 30%, это же, мне кажется, взято тоже с потолка, как все цифры, которые мы слышали. На сегодняшний день у них не отработана эта модель, не просчитана. Она есть как некая концептуальная идея. Поэтому здесь еще нужно работать. В принципе, 30% за управление, но это нормальная история. Мы посмотрим разные апарт-отели в Москве, которые берут 20-25%, 30%. Это нормальная история. Если так все сладко на цифрах, почему просто… У вас есть действительный бизнес с выручкой полтора миллиарда. Будем считать, что она у вас официальная, давайте так вот. Почему она будет официальная? Почему не можешь перейти в банк, в зеленый, синий, или любой другой, красный, например, да? Не сказать, ребята, дайте нам финансирование. Вот есть понятная бизнес-модель, 10 домиков, 50 миллионов рублей, при выручке полтора миллиарда. Мне кажется, что даже самые олдскульные, кондовые и банки, считающие риски, они бы пошли на такой риск. Тем более, у тебя есть конкретный объект залога. Сейчас такая концепция, что либо кто-то пришел, вложил деньги и становится частью семейного бизнеса, частью, ну, как мы это называем, но мы стараемся больше не лезть. Моя задача первая, которая там была, это посмотреть инфраструктуру. Чем люди живут? Что там есть? И, на мой взгляд, эта цель выполнена для того, чтобы показать с разных сторон регион и показать нашему зрителю, что есть потенциал. Что вот если вот тут можно сделать вот так криво, косо, наперекосяк и это как-то работает, то придя туда профессиональным, хорошим маркетологом, хорошим системным управленцем и наладить там инфраструктуру системную, вот в этом главная задача. Вот в этом цель была. Мне кажется, мы ее решили. Давай. Петушки суперчардж. Обратите внимание на зарядочную станцию. Проверим, какая у нас была зарядочка. Было 18%, сейчас 24. То есть за два с половиной часа мы зарядили, сколько? 26 километров. У нас запас хода 98 километров, с учетом того, что… Мы фары еще включим сейчас? Да, без кондиционера, если поедем, то, возможно, километров на 60 нам хватит. Я не знаю, как вы доедете до Казани, нам бы до Владимира доехать. И быть счастливым. Оптимистично. Ладно, поехали. Ну, вообще, я считаю, что нужно каждые 50 километров делать заправочные станции, потому что я должен быть уверенным, что я доеду. Мне кажется, именно так должны выглядеть точки, так сказать, остановки или поя на английском, на федеральных трассах, да и на обычных трассах, не только на новых трассах. Такую инфраструктуру нужно развивать на всех автомагистральных странах. Создав такой большой инфраструктурный объект на трассе федерального масштаба, который тебе может обеспечить детским отдыхом, помыться, отдохнуть, автобусы, зарядиться, подкачаться, подкрепиться основной, да, купить что-то там, поесть, там даже шавермы есть. Это важнейшая история. Ну, то есть, не может существовать дорога инфраструктурная без инфраструктурного объекта отдыха, заправки, питания. Так, ну что, из двух машин к нам доехала одна, а одна разрядилась. Потому что, несмотря на заявленные 410 километров, примерно 200 и мы почти на минималках. Никита считает, что это следствие того, что я заряжал два своих телефона и у нас работал кондиционер. Это следствие того, что мы не зарядились по дороге на Газпроме, на электрозарядке. Это вот следствие того. Не едет. В Москве 40 километров на зарядке. Не едет. Буквально 5 часов, 5-6 часов тут. Два варианта. К тёще, к маме, пожалуйста. Направо пойдёшь. К тёщу найдёшь, направо маму найдёшь. Прямо Казань, Чак-Чак, Ичпачмак, Акбарс. Всё, как мы любим. Всё, замечательная дорога. Ты там говорил, три полосы. Конечно же, она у нас немножко превратилась в две, освещённая на всех участках. Лаки Лейк – уникальная экоферма на берегу озера в окружении 25 гектар нетронутой природы, где можно не только отдохнуть, покататься на лошадях, но и найти инвестиционные проекты. Где же мы находимся территориально и что это за пространство вообще? Ну, Владимирская область, Собинский район, посёлок рыбхоза Ворша. Чем вы здесь занимаетесь? Ну, мы здесь построили конюшню и здесь есть небольшой прудик. Сколько у вас коней? Шесть коней всего и козёл. Вы откуда? Мы из Москвы, всю жизнь прожили в Москве. Мы всё лето исколесили Суздаль, Юрьев Польский и всего округа в поисках уголка, где мы могли бы заняться своей мечтой. Что это за мечта? И как она появилась? Куда она появилась? Моя мечта – своя вода и лодочка, а у жены мечта – кони. А сколько у вас площадь? В итоге 25 гектаров. 25 гектаров. Сколько уже вложено вот в эту инфраструктуру, в это всё? В деньгах? В деньгах. Ну, я так думаю, 25. Как к кредитам относитесь? Отрицательно. Ну, потому что дорогие проценты… Конская ставка. Да, конская ставка, да. Конская ставка на кредитах, да. Лаки Лайк, конечно, уникальная семья, я бы называл это семья. Они же изначально мечтали, изначально была идея. Не бизнес, а идея. Видно, что это энтузиасты, видно, что ребят делают для себя, строят для себя, и их бизнес построен скорее на хобби и желание монетизировать их, скажем так, хобби и определённую локацию, которую они взяли. Я им в каком смысле завидую, потому что у меня нет хобби. Инвестиции вам нужны? Обязательно. В каком объёме вы считаете? Планировали, что нам надо 10 миллионов. 10 миллионов? Да, 5 миллионов на крытую бочку. За окном бочка открыта. Это такой круглый плац диаметром 16 метров для работы коней. И вот крытая бочка стоит в районе 5 миллионов рублей. У вас здесь есть инвестидей, как я понимаю, которую мы хотели бы посмотреть и, соответственно, обсудить. Это что? Это домики, которые у нас есть несколько штук. Стоит один на воде, два на лугу. И нам нужна ещё домика 2-3. Так, вот этот дом, он в какой площади получается? Он в 17 метрах квадратных. Плюс 2,5 на 7 жилая площадь по внешним стенам. И здесь, значит, есть всё. Ещё терраса. Ещё терраса. 3 на 7. Домик полностью оборудован. Кухня, индукционная плита, СВЧ, печь, туалет, душ, вай-фай. Зимой? Зимой абсолютно тепло. А сколько у вас в месяц только на отопление? На отопление зимой в районе 60 тысяч. Одного? За всё предприятие. Вот этот домик, назовём его лот номер один. Он состоит из двух частей, условно говоря, жилой модуль и террасы, чтобы можно было наслаждаться. Сколько вот это сейчас будет стоить? То есть порядка 2-2,5 миллионов, да? Ну, 2 с плюсом. Считаем 2,5 миллиона рублей. Вы его сдаёте по 7,5 тысяч. Давай считать кризисный вариант 6 тысяч за ночь. У вас текущая загрузка, вы сказали, сколько? В районе 20%. 20%. Ну, я думаю, средняя загрузка, когда проект раскачается, это, наверное, 50-60%, это нормальная загрузка, правильно? Ну, да, вероятно, да. Давай тогда посчитаем на 50. Мы же всё-таки... 15 дней в месяц и умножаем на 12. Да. Миллион. Миллион. Это оттуда нужно вычесть... Эксплуатационные расходы. Да, вы берёте ваш сервис-чардж, затраты на обслуживание, это 50%, правильно, за управление. Да. Что туда входит? Туда входит отопление, правильно, мелкий ремонт, поддерживающий всякое... История, правильно. То есть, инвестору мне, как частный инвестор... Да, не нужно будет не париться ни о чём. Итого, то есть, надо поделить пополам. 50% же мы отдаём за управление. И это мы всё считаем, все расчёты у нас идут до налогообложения. Себестоимость 2,5 и того окупаемость 5 лет. 5 лет. Получается выгоднее, чем купить коммерческую недвижимость, которая... Однозначно. Окупаемость 7, 10, 11... Квартир вообще 20 лет. Сколько готовы поставить здесь модулей на вашей территории? Мы вообще планировали 8-10 домиков. 8-10 домиков. Да. И по бизнес-плану это было бы хорошо. Там ребята предлагают инвестировать в построение жилых домиков. Нам их показали, в отличие от первой локации, что как бы принципиально меняет восприятие. Видно, что ребята горят этим делом. Вопрос жёсткости их монетизации финмоделей сложно оценить, потому что они больше про, скажем так, не финансовую часть этого бизнеса. Да, им хочется, чтобы развивалась локация, чтобы исполнить их мечты с построением манежа или бочки для выгула коней. Но они больше находятся в материале. Проходят первый этап установления малого бизнеса. У них прикольный продукт, о котором я бы сам задумался. Сколько сейчас домиков уже функционирует? И в планах сколько построить я сюда приберусь? Ну, сейчас функционируют 3 домика. Два маленьких, два двухместных, один четырёхместный. И запланировано, есть места под 3 домика на воде. На лугу можно домиков построить. Это там, где вынуты вот эти вот лагуны? Лагуны, да. Лагуны вот эти вот сделаны? Лагуны, да. Там есть место под 3 домика на воде, а на лугу можно построить домиков много. Вот давайте, если мы уберём в силу финансовоставляющую, ваша мечта какая? Нам нужен крытый манеж по зарезу. Это всё, что нам сейчас нужно. Сколько манеж по площади стоит? Манеж 30 на 60 и он стоит больше 10 миллионов рублей. Поэтому он нам не по карману сейчас совсем. Он экономически не окупится, он просто позволяет заниматься на конях зимой и вот в такую погоду, как сейчас. Я думаю, что с ним можно поговорить будет через полгода, когда он пройдёт зимний цикл, создаст там инфраструктуру, о которой он говорил сейчас и, в принципе, по весне приехать туда и посмотреть, дать им возможность себя показать и поставить домик, штуку там 2-3 миллиона. Этот домик ты взял, если тебе не понравилось, другое место перевёз. Поэтому здесь я бы, наверное, подумал бы и посмотрел бы в эту сторону. Вот вы приехали сейчас сюда отдохнуть на сутки или на сколько? Да, на сутки. А вы откуда? С Владимира. С Владимира. Вы сюда на коняшках приехали или в домик? Нет, именно в домик. Мы арендуем домик на сутки, соответственно, в честь дня рождения. Класс! Почему сюда? Есть другие альтернативы какие-то? Понравилось. Серьёзно? Вы здесь уже не первый раз? Нет, мы здесь не были. Понравилось именно объявление, мы нашли на доске объявлений на ВИПе. Лаки и Лайка интересная такая семейная история, такая романтичная, она такая душевная. она, наверное, не про бизнес как раз, а вот про содержание. Панику сходил 3-4 часа, перезагрузился, заново родился и пошёл делать свои дела. Не все люди любят путешествовать со мной, а я люблю путешествовать всегда. То, что запустилась трасса М12, для людей и для нас это огромное спасение. Мне нужна розеточка и номер на 8 человек. Эта электричка настолько будет тянуть вниз, у меня дети дома ждут меня вообще, что я быстро вернусь.